Друзья, товарищеская встреча между командами Ленинского района и городского округа Домодедова начинается. Приветствуем участников футбольного матча! В День России команды, сформированные из работников органов управления муниципальной власти Ленинского района и городского округа Домодедова, встретились на стадионе «Металлург» в товарищеском матче по футболу. Право первого удара по мячу было предоставлено главе Ленинского района Олегу Хромову. Два тайма по 30 минут на укороченном поле. По системе 7 плюс 1. 7 в поле, 1 вратарь. Сразу инициативу в игре забрали видновчане. И только за 10 минут до окончания первого тайма домодедовцы размочили счет. 4-1. Так закончилась первая половина встречи. Разрыв мог быть и больше. Но команду соперника не раз спасал вратарь Александр Каташевич. Он показывал классную игру, несмотря на то, что никогда футболу не обучался. Просто в детстве играл с друзьями во дворе. Я все равно 4 гола пропустил. Ну какой я хороший враг. Серьезно. Ну а если бы не пропускали, может быть уже 15 было бы. Ну может было 15. Тогда можно было бы сразу матч заканчивать. Одним таймом. Не, ну мы сейчас отыграемся. А вот игрок команды городского округа Домодедова Александр Епишин в детстве занимался этим видом спорта. И даже играл за профессиональную команду по мини-футболу. Сейчас Александр возглавляет домодедовские СМИ. Но изредка находит время погонять мяч. Вообще по средам каждую неделю должен ходить. Но уже два месяца не было в виду занятости очень большой. Мы сегодня там с некоторыми людьми встретились. Спустя год назад мы играли таким же составом против нашего совета депутатов. И понятно, что нам надо тренироваться, чтобы оказывать какое-то сопротивление. Но еще второй тайм посмотрим. На поле как среди соперников, так и в нашей команде было много представителей депутатского корпуса. Народные избранники владели мячом, как заправские футболисты. Да, безусловно, пока мы отстаем. Но приложим все усилия, чтобы догнать и обогнать. Достойные соперники. И всегда приятно. Корректная игра, в общем-то. Ну, мне довелось немного провести на поле. Там немножко травмы не позволяет побольше. Поэтому игрой доволен. Ошибок не было. Дал три паса интересных. Поэтому доволен игрой. Поддержать своих коллег пришли и представительницы прекрасной половины человечества. Я очень, во-первых, рада, что в составе очень много моих коллег, с другой стороны, с другой гранью они все повернулись. Каждый не только как чиновник, как мужчина, но и как спортсмен проявляется. Второй тайм не смог стать сенсацией матча. Команды сражались изо всех сил, но удача была на стороне Ленинского района. Наша команда показала слаженность и отточенность действий. Все друг друга знают и в жизни, и в работе, и, естественно, на поле. Все друг друга понимают с полуслова и знают, куда отдавать передачу и как взаимодействовать. Без спорта просто невозможно жить и работать плодотворно, потому что, сами понимаете, сил много отнимает повседневная деятельность. И спорт только добавляет сил. Я ожидал увидеть несколько другое. Думал, выйдут люди, попинают мяч и, в общем-то, разойдутся. Но порадовало то, что спортсмены, они, ну, спортсмены, естественно, были только на футбольном поле, вышли и действительно показали большой уровень своей подготовки физической. И я думаю, что все болельщики, которые были сегодня, они отметили, что борьба, накал, эмоции были запредельными. Сборная команда Ленинского района выиграла со счетом 6-3. Установка главы на игру была выполнена. Не скрою то, что я поставил задачу, мне задали такой вопрос – победить. Мы победили, но я еще раз повторю о том, что это победа товарищеская, дружеская. Ведь самое главное – то, что мы постарались привлечь наших жителей. В очередной раз напомнить о том, что занятие спортом – это прекрасно, о том, что это здоровье наше, здоровье нашей нации. И здорово то, что это проходит в один из главных государственных праздников Российской Федерации – День России. Мы победили, и мы под впечатлением, вдохновением очень горды и рады за нашу команду. Мы также приехали, хотели выиграть, но, к сожалению, видно, команда более подготовленная. Не к сожалению, к нас, но, в принципе, молодцы ребята играли. Игра была дружеская, она на поле показывала, что не было грубости никаких. Это, наверное, самое главное, потому что мы здесь ради спорта, ради дружбы, ради того, чтобы объединять народ только для этого. Сегодня победа была на стороне Ленинского района. Но домодедовцы бросили новый вызов, они желают отыграться. Поэтому приглашают нашу команду с ответным визитом к себе в гости на стадион «Авангард». Елена Бабина, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.